Всем привет! С вами Михаил, и вы на канале Автограф, посвященном покраске автомобиля. Сегодня поговорим о времени сушки базы. Очень часто облизание лака объясняют превышением выдержки базы перед нанесением лака. Так вот, хотим сказать вам, что это распространенный миф, но об этом чуть позже. Зато с уверенностью можно заявить, что недосушенная база точно не приведет ни к чему хорошему. В ТДС к базовым эмалям разных производителей указано время межслойной сушки в диапазоне от 3 до 10 минут. Обратим внимание, что это время для рекомендуемых условий по той же ТДС. Так какие же условия могут повлиять на время сушки? Вентиляция. Если вы красите без использования камеры, время межслойной сушки необходимо увеличивать. Вентиляция обеспечивает отвод молекул успарившегося разбавителя с поверхности, таким образом освобождая место для дальнейшего испарения. Ха, я же могу подуть на базу из обдувочного пистолета и все выветрится. Нет, тогда вы засушите пленку на поверхности и таким образом запрете растворитель внутри. А это еще хуже. Неправильное разбавление. Рекомендуемая вязкость базы у разных производителей составляет от 14 до 22 секунд. Если уверены в этом, межслойка по ТДС. А уверены вы можете быть только проверив висказиметром. Использование неправильного растворителя. Во-первых, нужно использовать растворитель, рекомендованный производителем. Фирменные растворители для металликов разработаны таким образом, чтобы за время испарения частички металлика приняли правильное положение в слое краски. Если заменить разбавитель, например, на более быстрый, это может привести к изменению оттенка на более светлый и появлению таких дефектов, как полосы и облака. Во-вторых, выбирать разбавитель в зависимости от условий покраски. Если холодно – быстрый, жарко – медленный. Разбавители делятся по скорости испарения примерно так. Быстрый используется при температуре окружающей среды менее 18 градусов. Стандарт – при 18-25 градусах. И медленный, если за бортом больше 25 градусов. Существует еще масса факторов, которые могут повлиять на время сушки слоя. Укрывистость краски, заливание косяков, цвет подложки, даже влажность. Так что сушить базу лучше с запасом, увеличивая время сушки с каждым слоем. Вернемся к мифу о пересушивании базы. У всех производителей есть минимальное время после нанесения последнего слоя базы и до нанесения лака. А какое же максимальное? Так вот, например, в технической документации к базам Роберло указано максимальное время, внимание, 12 часов. Давайте проверять. У нас есть капот. Он покрыт лаком. Равномерно отшлифован 0,05 зерном. Обезжирен. В общем, полностью готов к покраске. На разные участки капота мы нанесем базу и дадим ей разную выдержку перед нанесением лака. У первого участка выдержка будет больше 12 часов. Ну что ж, у нас прошло чуть больше 12 часов и мы будем наносить следующий участок. У нас плюс 3 часа и будем наносить следующий участок. А мы продолжаем. На этот участок мы нанесем базу со стандартной выдержкой перед лаком 15-20 минут. И еще один момент. Если максимальное время выдержки перед лаком превышено, производитель рекомендует нанести еще один слой и хорошенько его высушить. Это мы тоже с вами проверим. Вот здесь. И у нас остался последний участок капота. Здесь мы нанесем базу практически без выдержки. Нанесем базу. И здесь. Вот здесь. Есть. Нанесем базу. Вам нужно просто высoshить со стандартной выдержкой подadelphia. Та Alles. booster Veh Anders. Net. Есть. Таald Sporting工具. Есть. cyclesная смартная athlete. 誰ة. Есть. T 후я арк whatsoever. Так. ВызыкonyESS. Mommyete. Подведем небольшие итоги по времени. На этом участке база у нас простояла 20 часов до нанесения лака. Здесь также 20 часов, но мы нанесли дополнительный слой. Здесь 6 часов, 3 часа. Стандартная выдержка 20 минут и практически без выдержки. Как-то так. А на результаты теста мы с вами посмотрим в следующем видео. Когда лак хорошенько просохнет, не пропустите. А с вами был Михаил. Ставьте пальцы вверх, нажимайте колокольчик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok